Хорошая власть должна выполнять все свои обещания и решать самые насущные проблемы своих жителей. Отчет о проделанной работе за 2015 год позволил провести конструктивный диалог руководства и жителей сельского поселения совхоз имени Ленина. Мы получим от жителей соответствующую оценку работы администрации сельского поселения и главы соответственно. Ну и получим обратную связь в виде вопросов и постараемся ответить на все те вопросы, которые могут интересовать наших жителей. И несмотря на то, что вопросов у жителей скопилось немало, на каждый из них был дан вполне четкий ответ. В свете последних событий, когда лифты падают, начался поддальный контроль. Осуществляется ли контроль у нас за состоянием лифтов? Никогда никто не даст возможности работать лифту, который может быть небезопасным. У управляющей компании заключен договор с лифт-сервисом, Лариса Анатольевна скажет, который постоянно контролирует ситуацию с лифтами. Но главная цель собрания – это взглянуть на проделанную за прошедший год работу и подвести итог. Итоги неплохие. Мы выполнили все задачи, которые стояли перед нами. Может быть, даже в каких-то моментах мы перевыполнили эти задачи. Тем не менее, основная задача, которая стоит перед нами – это то, чтобы людям было комфортно жить, то, чтобы власть была близка к народу. Проведен ремонт дорог. Оказана социальная поддержка различным слоям населения. Улучшена система здравоохранения. Выделены значительные материальные средства на развитие сфер физкультуры, спорта, ЖКХ и предпринимательства. Все это – лишь малая часть того, что удалось сделать за прошлый год. Но останавливаться на достигнутом никто не собирается. Строительство школы, строительство еще одного детского сада, решение вопросов о том, чтобы не было очередности в детский сад. Это планы 2016 года. Я считаю, что встреча прошла продуктивно. Все вопросы были обсуждены. Очень хорошо, нам все очень понравилось. Очень хороший был доклад главы. По мнению всех жителей, в совхозе очень здорово в поселке. Отчет закончился награждением памятными грамотами лучших сотрудников предприятий совхоза имени Ленина. Такие встречи уже стали не просто традицией, а жизненной необходимостью. На них можно увидеть не только то, что уже сделано, но и определиться с планами на будущее. Александр Шишов, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.